На лице защитная маска, в руках баллон с ядовитым раствором. Специалист спускается в подвальное помещение для дезинсекции. От клопов и блох обрабатывают места общедомового пользования. Жители, например, вот в данном доме, у них имеются кладовки, они часто спускают сюда, и, допустим, обнаружили насекомые, дают заявку дом управления, дом управления к нам. И мы уже, как говорится, среагировав, идем на дезинсекцию. Если говорить об источниках появления вредных насекомых, то, как отмечают специалисты, нижнекамцы частенько привозят клопов из заграничных отелей или при покупке новой мебели. Много случаев, когда клопы разводятся в неблагополучных семьях или у так называемых плюшкиных. Лохи, это у нас сезонные, они в основном только начинают период, наверное, летом появляются, скорее всего, когда у нас кошки начинают размножаться, так ведь они являются как бы их переносчиками, что ли, с одного дома на другой. За чистотой и порядком в квартиры жильцы должны следить сами, заранее вызывать специалистов для профилактической обработки. Но, к сожалению, мало кто это делает. Даже дезинсекцию подвальных помещений не всегда удается провести как следует. Как говорят специалисты, процесс дезинсекции осложняется тем, что во время обработки жильцы домов, несмотря на объявления, не открывают вот такие подвальные кладовки. А зачастую именно здесь и создается благоприятная среда для размножения вредных насекомых. Получается, что обрабатывают только лицевую часть, а значит, паразиты выживают. Специалисты просят идти им навстречу, заранее подготавливать чердаки, лестничные клетки, подвальные кладовки. Тогда эффективность дезинсекции становится в разы выше. Вадим Струминский, Максим Липин, Новости НТР.